МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При обследовании помещения полицейские изъяли 461 20-литровую канистру с жидкими прекурсорами, а также пакеты с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета общей массой более 50 килограммов. В ходе проведения химического исследования одного из произвольно выбранных полимерных пакетов установлено, что представленное вещество является производным наркотического средства N-метиллофедрона. Следователи межмуниципального отдела МВД России Торжокский возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3, частью 5 статьи 228 Уголовного кодекса. Предполагаемые организаторы нарколаборатории задержаны. Один из них ранее судим. Второй уроженец одного из государств ближнего зарубежья. Выяснилось, что производственный цех был оборудован в частном доме, принадлежащем одному из задержанных. По предварительным данным готовые наркотики фигуранта сбывали крупными партиями. Кроме того, чтобы скрыть незаконное производство, они имитировали на участке деятельность фермерского хозяйства. В настоящее время подозреваемым избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. 25-летней жительнице поселка Калашниково предъявлено обвинение в убийстве двухмесячной дочери. Об этом жутком случае мы рассказывали в патрульной службе. Изначально при выезде следственной оперативной группы на место происшествия по факту поступления сообщения о смерти двухмесячного младенца не был установлен криминальный характер смерти, а 25-летняя мать ребенка наличие небольших гематом на теле малыша поясняло их случайным характером. Однако оперативно проведенным в тот же день судебно-медицинским исследованием трупа малолетней девочки было установлено наличие тяжких телесных повреждений, повлекших ее смерть. После чего незамедлительно следователем Калининского межрайонного следственного отдела СКР по Тверской области в отношении женщины возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего и последнее задержано. В ходе допроса в качестве подозреваемой под тяжестью улик мать погибшего ребенка призналась в том, что ночью раздраженная непрекращающимся плачем дочери умышленно била ее головой об кровать и рукой по спине. Установлено, что задержанная является матерью-одиночкой, о беременности с ее слов узнала на позднем сроке. Ребенок не был. Сегодня стало известно, что Лихославский суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под сражу сроком на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается. 2 июня Верховный суд Российской Федерации рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Тверского областного суда в отношении жителя поселка Оленино Александра Чижова, признанного виновным в зверском убийстве 24-летней тверетянки Анастасии Семеновой. Прокурор просил пожизненную, и я просила пожизненную, но почему-то дали 22 года. С учетом личности подсудимого, ранее несудимого, признание им своей вины в убийстве, его явки с повинной, судом назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 22 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Если честно, я была в шоковом состоянии. После приговора у меня сразу начали тоже брать интервью. Я не знаю, что я отвечала. Я ожидала хотя бы, если не услышу слово пожизненно, хотя бы лет 27 я услышу. 22 года, я тоже понимаю, это срок, но для меня, что случилось с моей дочерью, что он сотворил, я не считаю 22 года для него это ожесточайшим сроком. Ведь все же было подтверждено, что и изнасилование при жизни было. Все же подтвердили, почему вот это вот не взяли во внимание, я не знаю. Заявленный потерпевший иск о взыскании 111 716 рублей, причиненного преступлением имущественного вреда и 1 миллиона рублей компенсации морального вреда, удовлетворен в полном объеме. Он извинялся, говорил, что если меньше дадут, то ну вот как бы что компенсация вот эта, я быстрее вам выплачу, я смогу вам помогать. Но дело в том, что мне не нужна как бы ни компенсация, это уже просто по закону, это компенсация. Ребенка моего не вернешь. И его прощение, его вот эти, да я даже во взгляде в его и не увидела ни капли сожаления. Человек сделал то, что он хотел сделать. Напомним, 12 июля 2020 года Чижов жестоко избил девушку, сломал ей ногами ребра, затем 46 раз ударил отверткой, а после задушил брюками. Кроме того, Чижов изнасиловал Анастасию. Мать Анастасии Ларисы с самого начала судебного разбирательства говорила, ожидает для мучителя дочери только пожизненный приговор. Оправиться от гибели единственной любимой дочери Лариса так и не смогла. Апелляционные жалобы на ужесточение приговора отправила как сама Лариса, так и государственный обвинитель.